Ну что ж, друзья, мы продолжаем знакомить вас с самыми интересными и забавными праздниками. И сегодня, 23 ноября, отмечается день вставания с той ноги. Да, и, конечно, официального праздника в этот день нет, но у вас есть возможность самостоятельно выбрать счастливую ногу, с которой начнется ваш день. Не, обычно вы с какой ноги встаёте? С левой, с правой? Я что-то даже совершенно не замечал. То с правой, то с левой. Главное, чтобы встал, чтобы не упал. Ну да, этот праздник отмечают 23 ноября фактически все семьи. Ведь если у вас одни и дочери, то папа детей уж точно является сыном. Ага. Суеверие и приметы преследуют на всю жизнь. Не все в них верят. И всё же многие явления в нашей жизни мы привыкли объяснять как раз с их помощью. А есть люди, которые не представляют свою жизнь без примет и суеверий. Они начинают видеть в простых вещах знамения будущего, будь то обычный чих или встреча на улице с другом. Да. Хорошее мнение, что вставать необходимо именно с той ноги. И если утром вы случайно встанете не с той ноги, весь день вас будут преследовать неудачи и плохое настроение. Фраза «встал не с той ноги» довольно часто употребляется среди нас. Да. Сказать честно, после звонка в будильник мы мало замечаем, с какой именно ноги мы встаём. А вот неудачи в течение дня мы сваливаем на неправильную выбранную ногу. Да. И сегодня задайте с целью встать именно с той ноги. Так и скажите себе, с какой ноги я бы утром не встал, это будет именно та нога, самая счастливая, которая принесёт вам удачу. И таким образом вы с утра запрограммируете себя на положительный исход. Да. С какой ноги вы бы не встали, мы желаем, чтобы ваш каждый день был удачным. Ну а сейчас давайте отправимся в маленькое путешествие по нашему городу и узнаем интереснейшую историю одного здания от Дельнары Зейнула. Давайте, интересно будет. Гуляя по городу, обращаешь внимание на старые домики или необычные здания. И чаще всего мы не знаем, что это за сооружение. Одним из таких строений является центральный телеграф на улице Панфилова. Перед нами центральный телеграф и телефонная станция. Вы могли замечать это необычное здание, когда гуляли по улице Панфилова, на которой оно расположено. Оно было построено в 1983 году и должно было стать, ну и в общем-то стало, главным республиканским узлом связи. На тот момент в столице насчитывалось более 150 тысяч телефонных аппаратов. При этом АТС, существовавшие ранее, могли обслужить всего по 2-3 тысячи номеров. И это здание, новое АТС, могло обслуживать до 25 тысяч номеров. Алматинские архитекторы вдохновились идеями русского инженера Шухова, автора знаменитой Шаболовской радиобашни в Москве и американского изобретателя Фуллера, предложивших использовать легкие сетчатые оболочки вместо массивного железобетонного каркаса. Начнем с авоськи. Как вы видите, здание окружает металлическая сетка, которая имеет рисунок кристаллической решетки, ну или авоськи. Эта сетка, это не просто элемент декора, на самом деле это очень важный конструктивный элемент здания. Конструктивно она представляет собой как бы вынесенную за пределы здания несущую стену, которая призвана принимать нагрузку сейсмической волны в случае землетрясения. И это был первый подобный опыт в республике. Вы можете заметить некоторый сбой в сетке, в кристаллической решетке примерно на уровне шестого этажа. Это не случайность. Дело в том, что этажи с третьего по шестой занимало оборудование, огромные тяжелые шкафы с телекоммуникационным оборудованием. При этом этажи с седьмого по девятый были отведены под офисы. Столкнувшись с проблемой нехватки места, архитекторы нашли оригинальное решение, которое и придало зданию уникальный облик. Любители архитектуры называют это здание первым образцом алматинского хай-тека. При этом местные жители прозвали его Авоськой. Если внимательно присмотреться, то вы заметите, что окна расположены на последних этажах. Но люди были размещены именно сверху тоже не случайно. Этого требует сейсмика. Дело в том, что чтобы здание было более устойчиво к землетрясениям, нужно максимально снизить его центр тяжести. То есть всё тяжёлое, а в нашем случае это оборудование, оставить как можно ниже. Именно поэтому людей разместили в самом верху. В настоящее время в здании по-прежнему размещается телефонная станция, но уже современного цифрового типа. Дорогие друзья, Танк-студия снова с вами. Да, сегодня мы вдвоём с Таухерем. Но я думаю, что двое мужчин не хуже, чем две женщины и мужчины и женщины. Так что нормально. Мы однозначно украсили сегодняшний эфир. Я думаю, какие мы скромные. Я вот сейчас вспомнил эти непередаваемые ощущения, когда ты смотришь на горы и гуляешь там. Но это можно сравнить с прослушиванием великой оперы. Да, между прочим, действительно, такое ощущение есть, когда в горах находишься. Я часто был в горах, и это ощущение было у меня. Это такая музыка симфоническая. И вот исследователи называют это чувство именно трепетом. И, как оказалось, трепет может изменять наше понимание времени, расширяя и наполняя его, что помогает нам не уходить мыслями в прошлое или будущее, а находиться именно здесь и сейчас. Да, и на самом деле я очень рад, что мы живём в прекрасном городе Алматы, потому что у нас есть горы, вот как мы говорим. И в любой момент, когда у тебя какие-то проблемы, сложности на работе, что-то не складывается, и раз ты просто выехал в горы, и просто смотришь. И кайфуешь, и дышишь, да. Сверху вниз, и тебе эти проблемы, кажется, уже не такими большими. Да, 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 да. Да, и все заботы, и стрессы отходят на задний план, да. А представляете те жители, у которых нет в городе... Город, да. Это очень сложно. Это очень сложно. И не будем говорить, какой город. Да, 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 да. Мы, как всегда, в смысле, мы всегда за Алмату топим, да. Итак, замечайте внутреннюю красоту окружающих. Моральная красота и мужество других людей, а также их таланты и уникальные способности могут вызывать тоже трепет. Да, дорогие друзья, проводите больше времени на природе. Заведите привычку ходить хотя бы на 15-минутной прогулке в ближайший парк каждую неделю. Тем более такая возможность в Алмате всегда есть. Одно из исследований психолога и его коллег подтвердило, что такие прогулки повышают количество позитивных эмоций. А лучше всего проводить время в горах. И сейчас мы приглашаем вас на прогулку в горы, чтобы узнать, сколько будет стоить разный вид отдыха в Алматинских горах. А вот это вот интересно. Давайте посмотрим. Чувствуете? Свежий горный воздух. Интересно, а как можно отдохнуть в горах Алматы? Свой путь мы проложим от улицы Досток, переходящей в Кирижи-Небекхандар. По обе стороны дороги простираются склоны гор, а также рестораны, зоны отдыха и отели. И сейчас мы отправимся в один из них. Мы находимся в уникальном месте в Медеевском ущелье. Это 16 уединенных модульных домиков, построенные с оригинальной архитектуры. Из них 10 домов являются однокомнатными и 6 двухкомнатными. Двухкомнатными. Помимо также на территории имеется баня, построенная из исключительно эко-материалов. Потрясающий вид на Медееву, который, кстати, открыл сезон катаний. Вечерний сеанс на катке стоит для взрослых 2500, для детей 500, а для молодежи 1500 тенге. Дешевле в обед и утром. Горный пейзаж, теплое солнце и слепящий снег так и манят остаться в горах на весь день. И если без стороннего комфортного отдыха с мягкой кровати другими благами, то такой вид досуга вам обойдется от 120 тысяч до 144 тысяч тенге. У нас в каждом домике включено все для комфортного проживания. Это завтрак в каждый номер по утрам, мини-бар с легкими напитками и закусками, чайные кофейные станции, телевизор с кабельным интернетом. А также имеется своя собственная сауна, которая позволит гостям по-настоящему расслабиться. Не обязательно ехать в зону отдыха, чтобы насладиться природой. Можно собрать семью друзей, взять чай в термос, на дырную самсу и отправиться в оздоровительный пеший поход. Первым делом мы берем самсу по 30 тенге, затем литр воды в районе 200-250 тенге. Не забываем о проезде на горном 12 автобусе. Таким образом, дикий отдых обойдется в 1000-2000 тенге с человека, не считая горной экипировки. По дороге вы можете встретить людей всех возрастов, хозяев с собаками, а также всадников на лошадях. Горные туристы в термокостюмах не боятся литра и снега, а некоторые даже запасы с палатками для ночевки. Но не обязательно быть профессионалами, чтобы ходить в горы. Поэтому берите пирожки, надевайте варежки и отправляйтесь в поход. Жан, наш первый гость уже в нашей студии. Давайте пригласим и познакомим. Сегодня в нашей студии, дорогие друзья, врач-гинеколог, репродуктолог Майминам Мамитнязова. Майминам, доброе утро! Нам очень приятно. Пусть вас не пугает то положение сегодняшней студии, когда двое мужчин спрашивают женщину о проблемах, которые происходят у женщин. Ничего. В любом случае, мы люди взрослые, нам тоже интересно. Конечно, конечно. Скажите, пожалуйста, как вы, кстати, добрались нормально? Сейчас пробки, дождь, нереально. Да, я вышла пораньше. Спасибо вам огромное, что вы пришли. Даже вот видите, моя соведущая сегодня не смогла приехать, потому что действительно там попал какой-то такой заторный хороший. Майминам, скажите, вот мы сейчас говорим о женских гормонах. Как влияют женские гормоны вообще на гормональное здоровье женщины? И какие вообще гормоны существуют женские? Потому что для нас всё-таки с толкером это немножко новее. Гормональный баланс очень сильно влияет. Эмоциональные состояния женщины, они очень взаимозависимы. Поэтому очень важный, конечно, вопрос такой. Есть, я могу перечислить их. Пожалуйста, пожалуйста, да. Вы можете взять полностью всю нашу беседу в свои руки, поскольку мы в этом люди не сведущие, да? Просто будет интересно послушать вас, да. Женским гормонами называем ФСГ. Как? Фолликулстимулирующий гормон. Он отвечает за полноценную выработку остальных всех гормонов, именно половых. Но сам половыми железами не вырабатывается, а вырабатывается гипоталамусом. Следующий гормон – это люцинзирующий гормон. Он отвечает за работу бесперебойную этих гормонов. Следующий гормон – прогестерон. Прогестерон – гормон, его и называют гормоном беременности. Он влияет на наступление беременности, подготовки организма к беременности и его дальнейшего вынашивания. Есть эстрадиол-гормон. Он влияет общее на настроение женщины, на кожные покровы, красоту, ногти и волосы. Как у нас этот гормон интересный? Эстрадиол. Вот я тоже хотел узнать, потому что… Эстрадиол, да. А как его сделать больше, этот гормон? Да. Как его так? На настроение у женщин? Нет, тут больше, конечно, баланс нужен. Если его больше, конечно, это тоже плохо. Когда его мало, тоже плохо. Нужен баланс. То есть переизбыток гормонов – это тоже плохо? Скажите, пожалуйста, а вот правда, что женщины все-таки больше зависимы от гормонов, чем мужчины? Да, это правда. Каким образом это происходит? Потому что эмоциональное состояние именно женщин зависит от гормонов. Также хочу отметить, что в организме женщин также присутствуют в малом количестве и мужские гормоны. Это вот мужские гормоны… Это здесь случай, когда… Тестостерон. Да. Да-да-да. Ну, в принципе, кажется, я немножко знаю так анатомию, как бы так физиологию. Получается, в мужчинах же тоже есть женский гормон, то есть и в женщинах, и в мужчинах. Да-да, в малых количествах они есть. Понятно, интересно. А вот расскажите немножко про мужские гормоны ещё. Да, кто-либо стал говорить про тестостерон? Смотрите, если в женском организме избыток мужских гормонов, это также проявляется тем, что у женщин оволосение кожных покровов, допустим, нагрубание голоса. И во внешности тоже происходят изменения… В теле, может, да, тоже? Да. В теле тоже происходят изменения именно присущим мужчинам. А какой женщина получает сигнал, что у неё произошло какое-то гормональное нарушение? Есть ряд симптомов. Первый, конечно, из них – нарушение менструального цикла. Вы можете подробнее об этом рассказать? Нарушение менструального цикла – это может быть его полностью отсутствие, тоже большой сигнал, с этим больше обращаются. Или частые, или болезненные менструации, или длительные менструации. Это говорит о нарушении. Другим это может быть, так как гормональный фон влияет и на метаболизм, а метаболизм и на гормональный фон. Поэтому резкий набор веса, или, наоборот, потери веса, резкие перемены настроения, пигментация кожи, изменение эластичности кожи, сухость, ломкость. То есть внешне всё это отражается на внешности для женщины, да? Скажите, пожалуйста, понятно эта кожа, а что нужно делать женщине? Когда нужно бить тревогу именно, что у тебя нужно? Это видно внешне или видно, скажем так, по эмоциональному состоянию женщины? Вот если женщина становится раздражительной, это что, уже сигнал для мужчины, что у неё что-то нарушение гормона? А потом ты поскажешь, у тебя нарушение гормона, скажешь, какое твое дело? Это надо мягко подвести женщине, пойти на обследование, сдать гормоны, обратиться к врачу, провести осмотр. То есть, окей, знай, если, например, у твоей жены или у твоих знакомых плохое настроение, скажи, иди проверься к врачу. А вот у меня вопрос, если вот, ну, чтобы изменить, вот, например, ты проявил внимание, там, цветы подарил, там, ну, на свидание пригласил, это тоже как-то влияет потом, да? Конечно, влияет, да. А, внешние факторы? И может измениться гормональный фон, да, в принципе? Да, они взаимосвяты. То есть, доброе слово и, в смысле, и как там, есть такая поговорка, доброе слово и там и коту приятно, что-то такое, да, кажется. Да-да-да, это очень хорошо. Хорошо. Поэтому мужчинам нужно, да, будем быть внимательным своим женам, своим подругам, да, в том отношении, потому что все-таки от нашего отношения к нашим любимым и, как бы так, зависит их гормональный фон. Сто процентов. А как можно поддержать, на самом деле, ну, как и чем поддерживать гормональный, ну, здоровый фон? Еще. Мужчине, да, женщине. Помимо внимания. Первое, это организовать ей отдых. Учитывая, что это временные изменения в организме женщины, в зависимости от периода цикла, нужно организовать ей хороший отдых, взять на себя половину или большую часть домашних обязанностей, дать ей побольше отдохнуть. Потому что именно такие моменты ей нужно не менее 8-часового сна, питание, купить продукты, которые содержат больше углеводов, потому что в этот период женщине очень больше хочется сладкого. Также можно добавить и физические нагрузки в умеренном количестве, совместная прогулка тоже очень хорошо влияет на гормональный фон. Именно, давайте вот углубимся. Вот мне сейчас стало вообще интересно. У нас этого вопроса нет вообще здесь, в нашем опроснике. Но мне это интересно. Какая разница между гормональным фоном женщины дородов и посеродов? Какое-то есть отличие, например, гормонального фона от, скажем, девушек, которые никогда не рожали, и вот у женщины уже зрело? Какого гормона больше становится, какого меньше становится в связи с тем, что человек родил, не родил? Вы хотите сказать, вот человек родил и сразу какие-то изменения? Да, вот я хочу сказать, что какой гормональный фон, какие гормоны присутствуют больше у девушек, не рожавших, и как меняется гормональный фон? Какие гормоны останутся меньше, какие гормоны останутся больше после родов происходит? Хочу сказать, что организм женщины восстанавливается в течение года полностью. То есть после того, как женщина родила, у неё гормональный фон восстанавливается, как у не рожавшей женщины. То есть если взять, скажем, анализ на гормоны, то гормонное состояние девушки, не рожавшей, и женщины, рожавшей, они будут совершенно одинаковые, да? Но в плане психологии, кажется, после родов, кажется, сложнее, потому что говорят же, после родовые. Ну, если, да, я и говорю, что восстанавливается в течение года. Если, допустим, женщина после родов, конечно, будет кормить, у неё паралактин очень будет повышенный, потому что он отвечает за формирование молочных желёз в дальнейшем, отвечает за выработку молока грудного. Хорошо. Скажите, да, Аминам, скажите, пожалуйста, какие вы можете теперь рекомендации дать нашим телезрительницам, которые наблюдают за нашей передачей, чтобы быть более здоровым, чтобы гормональный фонд не страдал? Можете вот обратиться и посоветовать. Дорогие женщины, призываю вас обследоваться обязательно один раз в месяц в год. У вас гинеколога, неважно, есть ли у вас какие-то жалобы или нету, потому что в ранних стадиях любые заболевания легче выявить, и осложнений ждать не надо. Нужно обследоваться, провести профилактику, так как осложнения могут быть непредотворимыми. Спасибо. Ну, если у наших гостей ещё есть вопросы, можете написать Майминам. У вас есть Инстаграм, да? Да. Страница? Есть Инстаграм, страница, доктор Майминам. Доктор Майминам, очень-очень просто. Спасибо большое, что вы пришли к нам сегодня в гости. Я думаю, напомнили нашим женщинам, что нужно всё-таки следить за своим здоровьем. Конечно. Я думаю, что мы с вами следим за последний раз, так что мы вас ждём, сходим в нашей студии ещё раз. Хорошего дня вам. Спасибо большое. Спасибо. Ну, а сейчас реклама на канале Алматы, потом мы вновь вернемся в нашу студию. Прямой эфир, это Танго Студио, и мы дальше продолжаем. Да, и вместе с вами я хочу напомнить, вместо Даши Александрова находится Таухель Муслим, ну и я Жан-Бэй-Жан-Бэй. Ну, вы можете обращаться ко мне, как Дарья Александрова. Да-да-да, он не обидится. А Дашка, может быть, обидится, скажет, что такое меня с мужчиной сравнение. Ну, хорошо, да, мы продолжаем нашу программу. И сегодня к нам присоединилась наша любимая корреспондент Динара Зейнула со своими новостями. Итак, Динара, мы ждём. Доброе утро, Динара. Доброе утро, Динарочка. Доброе утро. Так, немножко плохо слышно технически, там что? Доброе утро, как ваше настроение? Отличное, тем более, да. Настроение супер просто. Замечательно. Да, я сегодня в роли Дарьи, поэтому не обращай внимания, можешь сразу продолжать. Да, Дарья превратилась в брюнета и ещё более высокого. Так, какие новости, Динара? Я подготовила для вас новости Казахстана. Круто. И давайте тогда к ним перейдём? Давай, давай. Давай, давай, давай. У меня к вам такой вопрос. Когда вы видите падающую звезду, вы загадываете желание? Всегда. 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 Да, ты понимаешь, Динара, я сам как бы, я романтик по натуре. Даже когда я учился в институте, у меня было написано амплуа, лирика, романтический герой. И ты, честно говоря, я помню, в детстве наблюдал за звездами, особенно в степи, да, когда находишься? Когда лежишь в степи, да, вот лежишь, и там же вообще такой небосвод шикарный, да, и вот эти падают звёзды, и ты на каждую звезду заказываешь желание. Мне кажется, это замечательная вещь, которая осталась во мне и до сих пор, я загадываю. Были моменты, что они исполнились? Почти всегда. Процентов на 20. Процентов на 20. Классно. Всегда на 20%. Так, и что? Хочу, собственно, вам хорошую новость, потому что осенний звездопад наблюдает в дни жителей Земли. Один из самых ярких метеорных потоков Леониды достиг своего пика в выходные, но увидеть его ещё есть шансы, причём для этого не нужны специальные приборы. Насладиться полётом небесных тел зеленоватого оттенка могут и наши казахстанцы до конца этого месяца. Вообще интересно, да, вот обычно же, да, я почему говорю по поводу степи, да, ну ты в степи же будешь лежать, в принципе, только летом же, правильно? Ты же не будешь лежать на снегу и там ночевать, да? Ну да. И поэтому для меня звездопад это ассоциация с летом. Летом, да, а тут зима, в принципе, через несколько дней, и ты наблюдаешь звездопад, да? Вообще интересное явление. Так, ну и что там ещё? Так, следующий вопрос. Вы помните свой самый первый проект, кино или сериал, который вы снимаете? Я помню. Свой первый проект, когда ты начал сниматься? Да. Конечно, помню. Ты помнишь, вот расскажи про себя, я скажу. Ну это как первый поцелуй, я считаю, что это, ну, незабываемо. Да. И поэтому мой первый проект был, это телесериал, Махалак Мжириг Мде. А, ну да, я помню, я помню. А у меня, но это не был первый поцелуй, это был первый Шопалак. Сразу? Да, потому что режиссёр у меня был очень строгий, и этот фильм назывался «Щит города», это московский режиссёр «Зенови Роизмы», вот он снимал фильм «Щит города», это фильм про становление нашей, нашей плотины алматинской. Да, и моя экранная мама была первая, была Парида Шарипова, и Януар Молдебеков был моим первым экранным отцом. И тот первая моя картинка была. Вы были плохим сыном или как? Я был очень трудным ребёнком, ну как ребёнком, я был школьником в этом фильме, да, и это Шопалак получал иногда от режиссёров, да. Так что это не был первым поцелуем. Классно. И что, а к чему это, ты? Потому что своим дебютом поделилась в ТикТоке наша соотечественница. Её утвердили для массовки в фильме «Голодные игры», а съёмочный процесс для Тианы длился две недели. И в день клиента она вместе с подругами отправилась в кинотеатр, чтобы увидеть результат своей работы. И девушка очень благодарна своим близким за поддержку. Стоит отметить, что в массовке участвовало более трёхсот человек. Однако, отчёртывая лицо было видно только у неё. Ммм, класс, и как ей повезло. Да, повезло. А я, кстати, между прочим, Динара, Динара, я могу сказать об одной вещи, да. Вот, честно говоря, получилось так вот недавно, ты же не знаешь про эту историю. Мне недавно поступило предложение авторежиссёра Вера Ансела, который снимал фильм «Железное небо-1», «Железное небо-2». Класс. Мне, да, и я должен представлять «Доктора Зло» с очень известными актёрами. Но мне выслали текст на английском языке, где был очень такой технически сложный текст, он такой научный текст. И, честно говоря, я учил два дня, нифига не выучил, отказался. Потом мне дали ещё три дня, но мне не было времени учить, и я отказался, к сожалению. Ну, я надеюсь, что этот опыт ещё повторится. Как вы могли, Жанн. Как вы могли. Ну, вот так вот получилось. Нужно было все дела оставить и просто снять. И тупо учить, да? Да, конечно. Так, ну что там ещё? Что ещё у нас есть? Ещё одна хорошая новость для Казахстана, потому что впервые юная Казахстан из города Шымкент взяла бронзу на чемпионате мира по батутной гимнастике в Великобритании. Сатарова, вместо первой игры мира, среди ватных групп по батутной гимнастике. И в данной дисциплине в возрасте 11-12 лет это для Казахстана впервые. Классно, мы поздравляем вас, Юриши. А вообще батутная гимнастика, это ты называла же акробатика, называла же, да? Да, вот, сейчас давайте посмотрим. Вообще интересно, да. Вау. Это на батуте все прыжки? Да, это получается просто, да, потому что я спутал с акробатикой, когда, помнишь, что ты переводишь? А это просто прыжки, да? В 11-12 лет пробилась и заняла третье место. Вообще интересно. Поздравляем, да. Поздравляем, да, вообще. Каких только видов спорта не появляется, да, сейчас вот, в мире, казалось бы, да? На самом деле, да. Диначка, спасибо большое тебе, что пришли, что к нам сегодня появилось на нашем экране. И ты, нам приятно, двое мужчин сидят, соблюдаясь за красивой девушкой. Классные новости, да. Спасибо тебе, хорошего дня. Еще будем ждать с хорошими новостями. Ну, а сейчас реклама на канале Алматы, а потом мы вновь вернемся. Сейчас, кстати, нас ожидают очень интересные гости. Ну что, дорогие друзья, наша программа продолжается. И у нас, как мы и обещали, сегодня интересные гости. Звездные гости. Да, очень звездные гости. Сейчас вы посмотрите на них и узнаете. Итак, сегодня к нам в гости пришли большая дружная семья, невероятно веселая семья блогеров. Рамазан, Арайлым, это мама, Амина, Адия, Аружан и вот маленький Амирчик. Всем привет. Добро пожаловать. Добрый урок. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, знаете, вот мы с вами встречались где-то, я помню, что годика два назад мы встречались с этой замечательной семьей. А вот Аминку я вижу, да? Аминка, привет. Здравствуйте. Витаминка, Аминка, витаминка. Как разошли, я ладок. Сколько тебе сейчас лет, Аминка? Мне сейчас 12 лет. Сколько? 12. 12 лет, а пока что-то 120 лет, я думаю. Да, ну, как это мы не видели, да, совершенно. Твоя сестренка. Так, давайте по именам. Адия, что? Где Адия? Вот Адия выросла. Это твоя постоянная спутница твоя была, да? Да, да, всегда. Она заметно вытянулась, одела очки, повзрослела. Ну, конечно, времени стоит. Так, у нас, Али, у нас еще есть Аружан. Аружанчик, да. Аружан, такое, тебе в это время сколько было лет? Ты еще, кажется, не выходила, да, в блоге в этих, да, совершенно в постах? Не было, да? Нет, была. Только Аминка началась? Тебя же еще не было. Тебе сколько лет? Ты на сколько лет младше, Амины? На три года. На три годика получается, да? А ты на сколько? На один годик, да, получается? Да. А, есть. Ну, вот у вас еще, вон, еще новая поросль пошла, получается. Да, Амирчик? А, Амирчик, да, на 7 лет он младше. Ребята, давайте мы напомним тем людям, которые не видели ваши блоги, хотя редко таких людей встретишь, мне кажется, в Казахстане. С чего начался вообще вот ваш вообще блог? Кто его был инициатором? История. Да, история создания вашего блога. Ну, как такого инициатора не было, это было все, скорее всего, ну, просто бытовые. Да, спонтанно домашние и бытовые видео, которые привели к тому, что это уже стало таким, как говорится, полноценной работой для Амины, Ади и, соответственно, мамы. Нет, вот, Рамазан, вот кому пришла такая вот идея, вот, смотрите, ну, многие же снимают свои семьи, там, снимают детей туда-сюда, а потом кому пришла такая идея, слушайте, а давайте мы сделаем отдельный блог, и там это, как же, и будем, короче, зарабатывать очки, лайки, всевозможные деньги, так и да. Нет, это, опять же, вот говорю, это был такой момент, что тогда телефоны, в телефонах память была маленькая, и я, Рай, сказал, создай YouTube-канал, и туда закидывай все видео, как архив. А, у вас был YouTube-канал, да, вначале, да? Да, да, мы просто как архив закидывали, а потом уже смотрим тенденции, что люди снимают такие видео, тоже начали снимать, повторять, и это привело к тому, что сейчас имеем. В первую очередь, конечно, желание исходило от самой Амины, она смотрела детские каналы и проявляла такое желание, чтобы ее тоже показывали по телевизору, и у нее очень хорошо получалось пародировать, поэтому мы начали снимать, и у нас неплохо начало получаться. А на YouTube, конечно, мы просто скидывали видео как архив, чтобы не затерялись, и смотрим, они сами по себе начали набирать обороты, подписчиков, просмотры, и мы удивились, когда поняли, что там миллион просмотров, первый миллион уже набрался за короткий срок, и все, так и как бы пошло-поехало. И поняли, что это надо продолжать, да? Да, мы поняли, что у Аминки хорошо получается пародировать, играть, мы начали снимать такие мини-скетчи, а на YouTube мы просто дублировали. Араилен, скажите, ну кому приходят обычно вот эти шутки, идеи по поводу снятия нового какого-то поста? Ну, Амина и Адек, они же погодки, и у нас постоянно дома случались такие вот смешные истории, и я решила их просто заснять, показать, а потом уже начала придумывать. У меня у самой была мечта, наверное, придумывать сказки когда-то в детстве, а потом я эти сказки просто сделала смешными, и в главных ролях были просто дети. Вот уже, вот уже снимать можно, пожалуйста. Э, Аминка, Аминчик, Аминчик. А тем, убедай, убедай, а тем. А псевдоним кто придумала? Аминка, Витаминка? Или вы уже с детства ее такие? Мы с детства ее так называли, Аминка, Витаминка. Ну, это вот мама придумала, скорее всего. Она вот с детьми же постоянно дома была, и ей нужно было как-то развлекаться. Аминка, развлекаться. А вот, Аминка, на какую тему вы чаще всего сплываете вообще с три сестры? Все-таки три сестры, это все-таки сложно. Ну, они постоянно заходят ко мне в комнату, я на них кричу. Зачем вы заходите ко мне в комнату? Это твое личное пространство уже, да? Да, а когда они заходят ко мне в комнату, они трогают мои вещи, и там просто бардак становится. И после этого я с ними ругаюсь. Но я к ним тоже захожу в комнату, но бардак не делают. А, но ты же тоже делаешь ответку, и тоже заходишь к ним в комнату, и наводишь там бардак. Ну, хотелось бы. У нее подушку украли? Украли? Она украла... Кто у тебя украл подушку? Симония украли. А, вы украли. Это ее любимая подушка, да? И был большой-большой скандал на весь дом, да, получается? Нет. Обычно из-за чего спорят. Адюша, а вот ты. Как ты? Ты чаще в свою комнату витаминки кто заходит? Ты заходишь? Да, я. Ты заходишь? Это что, месть какая-то происходит у тебя? Просто у нас в комнате как-то скучно, у нее там все так простое. А у нее весело? А что, у нее комната больше, что ли? У нее вещи лучше, да? Да. А у тебя бывает такое? Я знаю, что сестренки начинают уже носить вещи своих старших сестер. Потому что всегда, кажется, вещь старших сестер, она лучше, чем та, которую купили тебе. Да. Моднее, там, симпатичнее, сильнее. У тебя такое бывает, что ты уже по вещи берешь ее? Вау, он смотрит. Аминчик, осторожно. Дорогая вещь. Амир. Камера понравилась тебе. А кто девчонки, девчонки, а вот чаще кто придумывает сюжеты? Аминка, ты, вы думаете, или все-таки мама? Ну, вообще, с самого раннего детства мама придумывает. Я помню, что мама, а вот сейчас. А сейчас мы просто сидим в тиктоке, в инстаграме, смотрим какую-то идею и повторяем. Или просто сами придумываем. Это больше, наверное... Ну, мы все вместе как-то это согласовываем. Ага, понятнее. А папу долго приходилось уговаривать? Для того, чтобы он тоже принимал участие. Ну, нет. Папа просто сначала не хотел, да. А потом мы начали снимать видео в YouTube. Папа дома сериал. Сами снимали. И они прям очень жестко залетели. И тогда папа уже начал прям очень активно сниматься. Я всегда как бы пытался поддержать, ну, помочь, да. Но чаще всего я был на работе, как бы, пока дети... Рамазан, а вы сейчас работу свою не бросили, нет? Работаете? Нет, нет, нет. А кем, интересно, вы работаете? В сфере бизнеса, да. В сфере бизнеса, да? Понятно. А мама? А Рейлан, вы работаете сейчас? Я работаю всегда мамой. Это, конечно, нет, тем более четверо-ребеды. А вот кому пришла такая идея, сейчас как бы модно, у меня, кстати, тоже, на дочке называется. А кому пришла такая идея называть всех членов вашей семьи на букву А? Ну, у нас и папа хотел. Ну, и это Арайлэм появилась, потом Аминка. У Рамазана в жизни появилась Арайлэм, и все потом пошли на А. Да, 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 и лучшей этой буквы А нет совершенно, наконец-то. Просто как-то, не знаю, как-то так получалось, что нам нравились имена на А. Имена на А, да. Ну, да, конечно, это очень запоминается. А, Рамазан, все-таки вас вот не было. Я знаю многих мужчин, которые вот предлагают семье, приходят жены, у меня знакомые есть, и жена говорит, давай будем с тобой снимать. Он говорит, что ты занимаешься ерундой, я же мужик, в конце концов, что такое, я буду зарабатывать денег. У вас такое было отторжение, да? Ну, конечно, было. Ты бы занимаешься с детьми, чего вы докажете? Да, ну, было, но не в такой степени. Я вижу, ну, семья же это же такое. Согласие какие-то, общий к этим, общим интересам приходить. Общие интересы, конечно. Поэтому я и... Вы на одной волне старались быть. Да, конечно. А мне кажется, вообще для мужчины это очень важно. Вот я, когда дочери, я сам знаю, потому что у меня тоже самого две дочери, и я знаю, как это сделать сложно. Поэтому... На самом деле у нас папа очень харизматичный, он уже несколько раз снимался в рекламе. Ага. Понятно. Теперь вопрос, Амина, по поводу подписчиков. Ну, первое место, наверное, больше казахстанские, да, у вас подписчики? В Казахстан. Вроде бы, да. Ну, это мама с папой знают, я особо этим не увлекаюсь. А, после Казахстана. А, после же веду жесткую, понятно, детям сами нельзя живести, по идее. Ну, больше сейчас Казахстан. Ну, конечно, естественно, да, потому что в Казахстане живете. А какие, интересно, подписчики есть вот за рубежа у вас? Вот, если брать YouTube, то там вообще настолько разные, да? Разные, да. И Аргентины, и Австралии, и Америки. А как получается, у вас же вы же, говорите, на казахском и на русском языке, да, получается? Видимо, там русскоязычные. А, есть, которые там бывшие гадани Советского Союза, которые перейдят туда, да? Ну, мы так поняли это. Некоторые просто звуки нравились там, или тому видео, и неважно было, что транслируем. А субтитры не делаете на английском? Нет, нет, к сожалению. Пока до этого не дошли, но ничего, мне кажется, в будущем можно... Ну, мы делали, это же мы же все делали как любители. А сейчас мы все, в принципе, уже отдаем постепенно в руки профессионалов, да, и они занимаются. А, они уже занимаются, 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 да, о, ну это отлично. У Амина, да, есть свой продюсер, поэтому мы сейчас... У Амина есть продюсер? Да, уже давно. Амина, расскажи мне имя своего продюсера, и я тоже... Я скажу, кто он. Кто это продюсер твои? Это Бек Султан Хазбек. Он вообще самый, мне кажется, классный продюсер, потому что он старается делать все, чтобы нам нравилось, чтобы я продвигалась, и чтобы вообще... Ну, у меня было хорошее будущее, и чтобы у меня было много возможностей. Скажи, как обстоит у вас дело в школе вообще? Очень классно, я учусь только на пятерке, но только в первой четверти у меня были осложнения с географией. Как они связаны? География, я вообще ее с пятого класса не люблю. Географию? Да. Я не любил, например, в школе математику, там, физику, поэтому я артистом стал, да? Да, очень сложно. Да, география тоже очень интересная. Да, география интересная, тем более сейчас. Просто в пятом классе я еще ничего не понимала, и там для меня было очень сложно, потому что я пропустила два месяца учебы из-за того, что мы школу меняли, и я вообще ничего не понимала. Я на меня просто так тройку ставила, и... Тебе ставят тройку? Это была моя первая тройка по географии, представляете? И в седьмом классе я как-то уже начала понимать, и сейчас все хорошо. А сейчас поблажки делают вам, что вы, ну, звездная семья, учителя не делают, да. Честно говоря, даже такое бывает вообще, бывает, когда даже вот я учился в театральном институте, тоже там, когда снимались в кино, нам тоже запрещали сниматься в кино, туда-сюда, все, давайте отсюда вы это кажут. Я понимаю, ну, школа есть школа в любом случае, да, конечно. А Дьюша, а как у тебя обстоит дело в школе? Какие предметы нравятся? География нравится? Пока что географии нету, но я что-то уже не хочу всякие... Вообще не хочу учиться? Что-то вообще нет желания мне учиться. Я эту жизнь уже поняла. Да. А Дья у нас очень красиво рисует. А, да? Очень красиво. Какой твой любимый предмет, я понимаю, значит, рисование, да? Я тоже. У тебя тоже рисование? Ну, я думаю, что, мне кажется, любой любимый, кто любит рисование. Я, кстати, тоже, я не ребенок, но я тоже очень люблю рисовать косо-косо. Девчонки, давайте мы поиграем в такую игру. Вот у нас находятся наушники. Вот, пожалуйста, наушники. Давай, Аминочка. Аминочка, ты первая, давай. Ты же старшая сестра. Бери наушники. Ну, спустя, Аминочка, Аминочка, мы сейчас зададим тебе вопрос твоим родителям. Они ответят. Потом ты снимешь наушники, мы зададим тебе тот же самый вопрос. И получится, интересно, у вас сойдется ответ или нет. Давайте. Адемай, адемай. Папа, папа. Адема. Музыка, музыка есть? Музыка есть, она сейчас танцует. Идет, она танцует. Ага. Так, скажите, пожалуйста, Рамазан, Райланд, из-за чего последний раз у вас был сильный конфликт со своей дочерью Самино? Из-за чего вы поругались? Из-за чего вы поругались? Из-за чего вы ее поругали? Как дела? У меня конфликта нету, вот у мамы. Из-за чего вы в последний раз поругали свою дочь? Да, я очень строгая мама. Так, такой запоминающийся вот последний. Последний раз? Наверное, из-за несобранных вещей. У нее катастрофически не хватает времени собирать вещи. То есть, когда выходит в школу, она не собирает вещи, не подготавливает, и потом начинается скандал. Давай, давай, давай. И опаздывает. Нет, она, когда есть время, конечно, собирает, но больше всего у нее просто не хватает времени убраться там в шкафу. Такое, часто бывает такое, вот у вас конфликт по поводу этого, да? Правильно я говорю? Да. Из-за несобранных вещей. Амина, 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 снимай. Так, мы задали вопрос твоей маме, она нам дала ответ, а теперь узнаем, правда ли это, или вообще согласны со своей мамой. Скажи, из-за чего у вас произошел последний конфликт в семье? Из-за чего происходит чаще всего конфликт? Почему тебя поругала? И почему тебя поругала мама? Папа говорит, к этому отношения не имеет. Ну, папа все доброе. Ну, это было вчера, Адья, у нее на кроссовках была грязь, и она вот так поставила, и там камешки, короче, они посыпались. Нет, ты не поняла, ты не поняла, не пройди ее, вот сейчас Дана речет, да, про тебя идет. Ну вот, там я тоже есть. А, там-то тоже есть. Вот, и она потом собиралась это убирать, и я поставила свои кроссовки туда же, но только там были два чистых места, вот так вот, тут, с этой стороны и с этой, и я прям туда положила свои кроссовки. И между ними была грязь, они, мои кроссовки не стояли на грязи, короче. И? И мама на меня накричала, типа, зачем ты доставишь свои кроссовки, ты же знаешь, что она будет убираться. А если там, например, лужа, да, будет, ты что, свои кроссовки вот так поставишь и будешь так убираться? Я говорю, нет. И он говорит, что ты молчишь, что ты молчишь? Ты что молчаешь? А, ну вот, да, а ну мама твоя ответила, что у вас часто бывает так нарекания по поводу, что ты не вовремя собираешь свои вещи. Это тоже связано. Правильно, это опаздываешь, да, это бывает опоздание в школу. Ну хорошо, давай, оденешься, давай, подведай, пожалуйста, оденешься наушники. Одень. РЛМ, скажите, пожалуйста, музыка есть? Есть, 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 ага. Скажите, пожалуйста, что больше всего не любит делать одея? Вот не любит и все, вот не заставите ее делать. Ну заставите, конечно, чтобы у мамы, но что она не любит? Вот бывает же, вот я, например, не люблю пылесосить, например, да, ну вот, и меня никто не заставляет, но мне приходится это делать. И поэтому у вас дома нету пылесоса? Нет, мне приходится это делать, пылесос у меня есть, класс хороший, мне приходится это делать. Так, ну, много, конечно, вещей, которые не любит делать одея. опять же собирать вещи мыть посуду так и уборку наверное по дому они все не любят особо есть три варианта да то есть уборку по дому мыть посуду мыть посуду и собирать вещи до домашние вот эти одиа одиа снимаем мы задали вопросы твоей маме что ты не любишь делать дома больше всего микрофон наверное мыть посуду и выкидывать мусор попадание попадание еще что-то не любишь делать еще что-то не любит вообще ничего не любит попадание наверное школу ходить ну ты нормальный ребенок принципе да я как понял а я вообще не любит напрягаться получается да оди уши такая как-то более такая так она более скажем такая более умиротворен такая более спокойная да видимо да начали на видимо такая какая-то такая шустренькая а оди уши такая замедленная оди она на самом деле в детстве была самой такой оторвая ее невозможно ходить да она не сидела вообще на одном месте вот а повзрослела сейчас до более такой спокойная она может даже с комнаты не выходить главное дайте телефон и все оставить его в покое понятно одежда может или каждая депрестанинка это каждый телефон на ружанке до наушники наушники и микро телефон и так так очень оружие так музыка есть да мы сказать о том скажите пожалуйста а что вот из-за чего капризничала оружие последний момент под последнее время и просила ей купить но может быть вы и не купили что просила купить вас вот а вы не покупаете наверное будет чаще всего мы то что они просят мы им покупаем сладости мы им запретили последнее время это вот сладости но тем не менее все равно мы там где-то там все равно берем у нас нету такой мы вот можем сегодня вечером например сказать что запрещаем вообще больше никаких сладостей завтра можем про это забыть и купить но чаще всего что она просила это новый айфон потому что мы на день рождения дарите телефон дарим телефон они не просят домашних животных они просят вот что она просила купить вас может быть щеночка котенка они хотят щеночка но все дети хотят котик котика или собачку а вы не покупаете мы не покупаем ну потому что не знаю мы просто не умеем это ответственность но может быть это может быть это хорошо что это ответственность потому что вот у нее было в оба тесса гулять выгулевать щенка а они постоянно школе у нас практически не бывает целый день и нас просто будет жалко животное хорошо его наушники давай музыку послушами да 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 дайте 8 оружие скажи скажи пожалуйста скажи пожалуйста что оружие из-за чего ты последний человек что просил купить маму но он мама тебе не купила это я поехала к двоюродному брату ночевку а мама садюка и они поехали постригаться на одюки этот не так ну не так постригли у нее было не очень настроение это заметила и они пошли вместе в минесо и купили там всякие заколочки понятно а вот что мама запрещает вообще вам скажем так ну кушать и она хотела сказать что она обиделась из того что я ей ничего не потому что это не было рядом я купила все одёки и мы еще и мы еще на а вот чего ты больше всего хочешь ладно хорошо у нас уже не да у нас у нас есть реклама на телевидении на рекламе на канале а потом музыкальный подарок для наших зрителей будет выступать айбек а а а а а а а с а и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok